Житель Чувашии планирует объявить голодовку. Шесть лет Сергей Касаткин из Шумерли добивается, чтобы к его дому провели газ. Уже собраны сотни документов в переписке, каждое ведомство играет с ним в футбол. А голубого топлива так и нет. Татьяна Молква выехала на место и увидела, как многодетные семьи зимуют в домах, где не подключено отопление и электричество. За моей спиной улица Халтурина. Там уже давно есть газ. Дом наших героев находится буквально в 100 метрах. Вот он виден. И уже шесть лет они не могут добиться, чтобы к их дому подвели газовую трубу. Привезти, распилить и сложить за лето шесть камазов дров, чтобы не замерзнуть. Вот каждые два часа мы подкидываем вот сюда дрова. Ни сна, ни отдыха. В день нашего приезда у хозяйки появилась еще одна забота. Внезапно отключилось электричество. Электрический порыв ветра и может в любое время вылететь. Так бывает, говорит Елена, в месяц по два раза размораживается холодильник. Продукты пропадают. Электрическую плиту в такие дни заменяет костер. Проблема есть в городе. Я не отказываюсь. Это не проблема, это катастрофа. Участок на территории бывшего кирпичного завода Шумерли, Касаткины и еще 10 семей получили в 2015 году. С тех пор началось их хождение по мукам. В 2016-2017 годах мне администрация говорила, что готовится документация. Я подождал год. На следующий год надо, думаю, пойти проверить, что там готовится. Пришел. Оказалось, что администрация не успела подать заявку. И так каждый год. Уже писали, куда следует. Откуда следуют отписки и обещания. Я до генпрокуратуры дошла. И вы знаете, есть решение суда 2017 года осветить вот эту территорию. 2017 год, сейчас какой год? 2021. Вот у меня последний ответ, если я принесла, вот у меня папка переписки, да, и у меня последним ответом написано, приставы закрыли исполнительное производство в связи с тем, что у нас свет есть. Освещена территория. Я вот, пожалуйста, всю переписку могу и таксами. Проверять никто не проверял? Нет. Жители сами хотели заказать проект, провести газовую трубу, подключить и, наконец-то, электричество. Сумма в счете оказалась космической. А ведь еще в прошлом году президент Владимир Путин подписал закон. Труба от газопровода до домовладения, так называемая последняя миля, бесплатна. Для всех. По данным пресс-службы Кремля на прямую линию в июне 2021-го десятки тысяч обращений. Газа нет. Денег тоже. Со всей страны. Чуваше не исключение. Повторно обращаемся к вам, чтобы вы услышали нашу проблему. Мы по несколько раз в году обращаемся к администрации и депутатам для обеспечения газификации наших домов. Мы продолжим следить за развитием этой ситуации. Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Республика.